Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Как работает Центр здоровья для детей Видновской детской поликлиники? Трубочку вставить, вдох, выдох. Видите, результат сразу выдает. Нормально. Комплексное благоустройство придомовых территорий в округе подходит к концу. Мы уехали в марте, приехали два дня назад, не узнаем. Обошли, все, красота. Ежегодный рок-фестиваль «Россия без наркотиков» прошел в районном центре культуры и досуга. Жди на флаг, и судьба не милая. Жди на флаг, в этом твоя сила. С 22 сентября стационар Видновской районной клинической больницы начинает функционировать в штатном режиме. После закрытия отделения для лечения ковидных больных и последующей неоднократной дезинфекции помещений лабораторный контроль показывал отрицательный результат на наличие инфекции. Обработка стационара началась 8 сентября. Обеззараживанию подверглись все помещения, включая подвальные и технические, а также лифтовые и вентиляционные шахты. Заключительная дезинфекция проводилась аэрозольным способом, после чего состоялась генеральная уборка. Пока в стационаре велись дезинфекционные мероприятия, работавший здесь медперсонал находился на двухнедельном карантине. Как известно, болезнь проще предупредить, чем лечить. Именно с целью предупреждения возникновения и развития различных заболеваний в детской поликлинике уже почти 10 лет функционирует Центр здоровья для детей. Почему его посещение для малышей и их родителей должно стать обязательным, расскажет Максим Козлов. Смелый мальчик Артем вызвался не только пройти обследование, но и нам продемонстрировать, что именно изучают врачи, когда ребенок приходит в Центр здоровья для детей. Надо сразу оговориться, здесь не лечат, здесь советуют, как сделать так, чтобы подольше не обращаться к врачам. Основная функция данного отделения – это профилактика развития заболеваний. Здесь проводится скрининговое обследование, выявляются факторы, которые влияют на состояние здоровья и даются родителям рекомендации по мероприятиям для предупреждения развития заболеваний. Центр здоровья для детей открыт в 2011 году. Ежедневно его посещают более 40 детей. Здесь проводится сразу несколько исследований от уровня физического развития малыша до параметров работы его организма, таких как наличие кислорода в крови или объемы легких. Результаты тут же обрабатывают специальные компьютерные программы. Трубочку вставить, вдох, выдох. Видите, результат сразу выдает. Нормально. Кроме собственного обследования здесь проводятся и школы здоровья, в которых специалисты рассказывают о правильном и рациональном питании, двигательной активности, нормальном режиме дня для ребенка. Наш доктор, он проводит лекции, рассказывает, дает рекомендации, что-то изменить. Работают с посетителями в два этапа. Первый – это, собственно, обследование. И второй этап – консультация. Во время нее на основе полученных результатов опытный врач-педиатр дает родителям советы, что необходимо поменять в питании или образе жизни ребенка. И делать такие встречи нужно как можно чаще. Основная рекомендация – это ежегодное обследование в Центре здоровья. Сюда могут обратиться дети не только, которые прикреплены в детскую поликлинику, но и дети, которые прикреплены в другое лечебное учреждение. Чтобы попасть в Центр здоровья для детей, направление не нужно. Все, что необходимо – записаться на обследование и консультацию. Если загруженность небольшая, то примут сразу, либо в течение двух-трех дней. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Ленинском городском округе наступила завершающая стадия комплексного благоустройства придомовых территорий и сезонного ремонта дорог. Масштабные работы сейчас ведутся на улице Радужной. Здесь расширяют проезжую часть и делают новый тротуар. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. Запрос от жителей на расширение улицы Радужной существовал давно. Трафик за последние годы здесь значительно увеличился. Две школы, детские сады, новый жилой микрорайон. Все это прибавило поток автотранспорта, а полноценной дороги не было. В этом году, наконец, данный участок начали расширять. Ремонтные работы на улице Радужной почти завершены. Остался небольшой участок. Дорогу расширят вплоть до торгового центра. Также здесь кладут новый тротуар. Рабочие готовы устанавливать бордюрный камень. За процессом постоянно следят общественники. Собственно, благодаря им здесь и началась долгожданная реконструкция. Люди много писали на портал Добродел, чтобы Радужную расширили и положили новый асфальт. Общественная палата муниципалитета и представители Ассоциации председателей многоквартирных домов мониторят выполнение работ. Мы не специалисты в качестве состава асфальта, всяких этих вот сложных процессов, что зачем должно быть идти. Мы, значит, смотрим, чтобы все требования собственников большинства были исполнены. Допустим, непосредственно здесь я просила, чтобы слив был именно в этом углу и наклон был в эту сторону. Специалисты сказали, да, так можно сделать, потому что здесь всегда стоит вода. Я надеюсь, что она будет стекать. Также в этом районе было проведено комплексное благоустройство дворовой территории. У дома номер 11 по Битцевскому проезду положили новый асфальт, расширили парковочное пространство, отремонтировали тротуар, установили современную детскую площадку. Местные жители в восторге от результата. Мы приехали в марте и приехали два дня назад. Не узнаем. Обошли все. Красота. Всего в этом сезоне комплексное благоустройство было проведено в 15 дворах города Видное. Установлено 14 детских и 8 спортивных площадок. Создано более полусотни новых машиномест. Работы проходили за счет местного и областного бюджетов. На сегодняшний день работы по благоустройству полностью завершены. Адресный перечень формируется на муниципальной общественной комиссии. 50% на основании голосования на портале Добродел и 50% на основании обращения жителей в администрацию, в министерство, в ведомство, вше стоящее. Перечень дворов, которые предстоит благоустроить в следующем году, начали формировать уже сейчас. Голосования на портале Добродел не будет. Территории отберут лишь на основании обращений жителей в администрацию Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская. Видно этого. Ежегодный рок-фестиваль «Россия без наркотиков» прошел в районном центре культуры и досуга. Два часа любимой музыки можно было услышать не только вживую, но и в прямом эфире. Как это было, расскажем в нашем следующем сюжете. Видновский рок-клуб проводит антинаркотические фестивали ежегодно. В минувшие выходные очередной концерт под лозунгом «Россия без наркотиков» отшумел на сцене районного центра культуры и досуга. Чтобы зарядиться любимой музыкой, нужно было лишь присоединиться к прямому эфиру. Первыми на сцену вышли артисты группы «Зеркало». Мы всегда волнуемся перед концертом, поэтому если вам артист скажет, что он не волнуется, это все ерунда. Не верьте ему. Все нормальные артисты волнуются, переживают. Это нормальная реакция. «Зеркало» выступает в жанре фолк-рок. Артисты предпочитают легкую инструментальную музыку. За 17 лет существования группа не раз участвовала в крупных фестивалях, в эфирах «Радиокультура» и «Маяк». Музыканты, имеющие опыт работы в прямом эфире, умело разогревали зрителей. Не хватало зала, да, согласен. Как, вы смогли это компенсировать? Ну, наверное, постарался передать все в телевизор вам, друзья. Наполнили сцену альтернативным металлом музыканты московской группы «Пьяные души». Казалось бы, подобные названия с тематикой концерта не вяжутся, но артисты замечают пьянитых исключительно рок и вдохновение. Алкоголь – это также наркотик, вызывает зависимость ужасную, жучайшую. Люди гибнут из-за этого, люди, когда они спиваются. Ну, это просто потеря жизни, поэтому мы против. За два часа в прямом эфире выступило четыре группы. Каждая играет в своем жанре, но даже будучи разными, все артисты выступают против употребления наркотиков. Рок-музыка – это прежде всего драйв, и люди получают от этого заряд эмоций. И мне кажется, это лучший допинг, который существует на нашей планете. Ведь музыка, она способна на все. Музыканты группы «Riding to the Paradise» – самые юные из участников концерта. Они фактически дети рок-клуба, ведь появились именно на его базе в 2017 году. Сегодня основной их репертуар – кавер-версии знаменитых песен. Но артисты начинают сочинять и свои композиции. К примеру, «Не люби» музыку, на которую написал солист Михаил Бондарев. Завершился концерт мелодичным хэви-метал группы «Волчьи сотня». Их вдохновляющие тексты не могли оставить равнодушными. «Волчьи сотня» существует около 10 лет. Музыканты давно дружат с рок-клубом и поддерживают идею антинаркотического фестиваля. Чтобы не связаться с отравляющими веществами, нужно давать выход своим эмоциям, замечают артисты. Один из вариантов – музыка. У нас даже песня такая «Иди к мечте» мы исполняли. Как раз о том, что когда вокруг все плохо, ну когда тебе кажется, что все плохо, на самом деле нужно идти к своей цели. Всегда нужно идти к своей цели, к своей мечте, добиваться тех целей, которые вы поставили перед собой. Подобные концерты – символ того, что жизнь без психоактивных веществ по-настоящему насыщена и интересна. Музыканты находят радость в творческом процессе, а слушатели – в их композициях. За два часа концерта к прямой трансляции присоединилось более 70 тысяч человек. Александра Столярова, Наталья Чепурная, Сергей Ларин. Видно ЭТВ. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания.